Проверка на доступность. Наша съемочная группа провела такой интересный социальный эксперимент. Каскадер, вооружившись инвалидной коляской, протестировал пандусы в центре города. Результат оказался неутешительным. Большинство съездов не соответствуют необходимым параметрам, построенный либо с высоким углом наклона, либо из скользких материалов. Об экстриме на инвалидной коляске расскажет Татьяна Блайда. А вы уже успели посмотреть это видео? Оно буквально за несколько дней взорвало интернет. Причем где снимали ролик неизвестно, указано лишь в большом городе. Одесса тоже город не маленький, и мы решили провести свой эксперимент. Это Филипп. Парень любит экстрим во всех его проявлениях. Катается на скейтборде, велосипеде и роликах. Падать ему точно не привыкать. С Мельчаком мы предложили оставить скейт и попробовать прокатиться на инвалидной коляске. Что ж, Филипп, мы находимся на ЖД вокзале. Место, согласись, значимое. Тем более тут рядышком мы привоз и автовокзал. В общем, твоя задача проверить все пандусы, которые встретятся в районе двух-трех кварталов. Хорошо, главное остаться живым. Удачи! Сперва протестируем подземный переход, который ведет к остановке пятого трамвая. В ЖД вокзала нужно как-то выбираться. Ну, готовимся. Ого! Первый фейл. Я так разгоняюсь, но я в витрину мог влететь элементарно просто. Люди из-за угла выходят, а здесь скорость какая. Тебе пальцы подзбивал уже. А это только первый пандус. А я только начал ехать. Мне кажется, только так проще будет. Первый спуск и первый провал. Пробуем подняться. Я пытался. Мне кажется, это невыполнимая задача. Пока Филипп пытается подняться, общаемся с человеком, который борется за права инвалидов не один год. Олег Дрюмам рассказывает. В Украине очень часто пренебрегают мировыми стандартами безопасности. Если говорить о подземных переходах, нам досталось плохое наследство. Все переходы у нас строились еще в Советском Союзе. В Советском Союзе понятия доступности как таковой не существовало. Поэтому при проектировании переходов даже не рассматривались варианты возможных постройки пандусов. Поэтому мы имеем то, что имеем. Есть специальные приспособления, которые могли бы заменить, так сказать, пандусы. Это съездные устройства, потому что громоздить большие пандусы в переходах – это проблемно. То есть это будет мешать, это будет некрасиво. В установках пандусов места для творчества нет. Есть стандартные параметры. На каждый метр высоты здания нужно проектировать 10 метров длины пандуса. Порични устанавливают на уровне 50-70 сантиметров. Важна им разворотная площадка. Ее рекомендуют делать не меньше, чем метр на метр. Если пандус получается большой, каждые 10 метров необходимо строить площадку для маневров, чтобы колясочник смог отдохнуть. Ну, при таком резком спуске передняя часть бьется об асфальт. Элементарно можешь вылететь с этого кресла. Часто владельцы ресторанов или магазинов отказываются делать съезды для инвалидов из эстетических соображений. Но архитектор Юрий Беликов рассказывает, здание изначально можно строить с умом. Если проектировать здание изначально, то вообще никаких пандусов не будет. Вы просто поставите первый этаж на отметке тротуара. И тогда вопрос вообще самого пандуса у вас исчезнет. Там не нужен будет вопрос. А если кто-то умный проектирует дома с высокими циклями, где там общественные помещения, там всякие аптеки находятся на высоте полтора метра над отметкой тротуара, вот тогда возникают эти вопросы. По словам Юрия, в старом фонде проблема пандусов не возникает. С новыми строениями дело обстоит иначе. А мы вернемся к нашему экстремалу. Я разгоняюсь просто и врезаюсь. Допустим, я вышел с магазина. Теперь мне нужно съехать с него. Сейчас-то мне аж страшно. Только так. Спокойнее, никак без помощи, людей не обойтись. Кстати, о людях. Во время эксперимента нам попались отзывчивые горожане. Некоторые всячески пытались помочь нашему Филиппу. Охранник торгового центра «Остров» тоже показал свое отношение к человеку на коляске. Правда, своеобразно. Скоты иди, пожалуйста. Сейчас я спущусь. Расскажите, возьми скоты, нормально. Может, вы мне поможете? Я тебе помогу. Да. Я сейчас помогу. Давайте, помогите. Помогите, пожалуйста. Вперед. Ну, вы же помогли. Вперед, встал, как занес, так и спустил ее. Что вы хотите от меня? Я ничего не хочу. Не материтесь, пожалуйста. Вперед. А представьтесь, пожалуйста, документы, удостоверения. Покажите. Свободен. Уйди, потому что сейчас потеряешь это самое. Съемку нам пришлось на время прекратить. Однако впечатление от эксперимента набралось море. Сев на коляску и проехав всего полчаса по городу, можно получить такой экстрим, который не получишь ни на одной трассе, ни на одном треке, ни в одном скейт-парке. Татьяна Блайда, Антон Доценко, телеканал «Репортер». Татьяна Блайда, Антон Доценко, телеканал «Репортер». Продолжение следует...